Люблю, когда плакаты лаконичные и понятные, как, например, этот, присланный нам Даниэлом. Тут все ясно без лишних слов, путаешь парк с туалетом, получишь незапланированную операцию. Дарьи просто фантастически повезло найти в пачке с сухариками чуть ли не целый ломоть хлеба. Видимо, где-то на производстве есть очень ленивый человек, который поленился разрезать его на кусочки. Вадиму досталось мороженое, способное довести до белого коленя любого покупателя. Но согласитесь, это ведь ненормально, когда упаковка вдвое больше, чем само лакомство. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. А некоторым наоборот, очень даже везет с мороженкой. В одну крошечную упаковку умудряются уместить сразу пару. Вот это настоящий джекпот! У Антона в городе живут очень сообразительные предприниматели, которые на время обязательного ношения масок решили, что будет гораздо практичнее продавать их через торговые автоматы вместо игрушек. Маргарита прислала наглядное свидетельство того, что не стоит отдавать пульт в руки маленьким детям. Ну, если, конечно, вы не хотите провести вечер, пытаясь собрать его обратно. Кажется, среди наших подписчиков подрастает новое поколение дизайнеров. Вот Евгения уже начала украшать мебель по собственному вкусу. Что ж, похвальное начинание! Ну, вот так всегда. Собрался наш подписчик Леонид просто попить сока, и совершенно ничего не предвещало беды. Пока горлышко не осталось в одной руке, коробка сока в другой. Игорь В городе Ульва работают очень креативные дизайнеры. Вывески, похожие на вывески других торговых марок, они делать уже научились. Жаль только, что знание русского языка еще немного хромает. Все любят получать подарки в яркой и красивой упаковке, непременно с бантиком. Руслану попался более оригинальный вариант. Хотя, вроде бы, все на месте, и бантик, и красивая упаковка. Ну, смотрите, там ведь прямо так и написано. Артем, когда в следующий раз будешь есть макароны, присматривайся к ним получше. Они явно замыслили что-то недоброе. Современная сантехника, конечно, очень стильная и необычная. Но есть одна проблемка. Когда ее устанавливают, довольно трудно понять, где у нее верх, а где низ. Поэтому перевернутым краном уже никого не удивишь. Внутренний перфекционист просто в бешенстве. Открыла Арина упаковку с конфетами, а там одна конфета другого цвета. Наглым образом портит всю идиллию. Ну дела. Признайтесь, вы хотите узнать, каков на вкус маринованный самурай? Я вот что-то не горю желанием, но, видимо, продукт пользуется спросом, раз его можно встретить на полках магазинов. Андрей – настоящий мастер правильного открытия упаковок. Добиться такого точного совпадения картинки на упаковке с содержимым – это уже настоящее мастерство. Если хотите увидеть свои фотографии в наших подборках, то присылайте интересные кадры по ссылкам в описании. Снова к вопросу о лаконичных и глубокомысленных табличках. Макару повстречался вот такой плакат. Уважаемые граждане, бегите! А куда бежать? Зачем бежать? Впрочем, не нужно задавать вопросов, нужно просто бежать! Угадайте страну, где сшита эта кепка по фотографии. Айнур, главное не расстраивайся, на самом деле тебе достался эксклюзив. Но вот как, скажите на милость, продолжать есть свеклу, если она уже такая расстроенная? Иногда рассматривать еду так же пристально, как Александр – это плохая идея. Когда перфекционист берется рисовать, обычно это заканчивается созданием какой-нибудь хитроумной схемы для облегчения процесса. Многие говорят, что кошки не слишком общительные создания. Однако у Лейлы живет кот, который постоянно составляет ей компанию, пока она делает уроки. Видимо, стремится к знаниям. А теперь фотография для самых любопытных. Вы когда-нибудь видели, что находится внутри обычной зарядки? Лучше посмотрите здесь, а не экспериментируйте в реальности. Вот живет Василий в деревне, думает, что всех не знает. А потом встречает тень Локи на соседском заборе. Так и в мистику поверить можно. Руслан просто хотел купить себе квас. Ну, казалось бы, проще задачу придумать невозможно. Вот только попался ему не квас, а какой-то подозрительный газированный напиток со вкусом кваса. Ну, если уж обязали носить всех маски, то будьте готовы к тому, что это будет маска чумного доктора. И вообще, что вас не устраивает? В следующий раз будете уточнять, какая именно маска нужна. Подписчица Дарья впечатляет своей наблюдательностью. Скажите, никого не смущает этот удивительный флаг? Я всегда думал, что он должен выглядеть несколько иначе. А это типичная кошка, которой надоело сидеть покошачьи, и она решила попробовать сидеть так же, как ее хозяева. Жаль, что ее впечатлений от эксперимента мы не узнаем. Алексей прислал нам фотографию с балконом на первом этаже, что является довольно удобным решением. А учитывая, что у них там еще и вешалка стоит, видимо, балкон используется в качестве входной двери в квартиру. Многие просто обожают выращивать комнатные цветы. А все потому, что от них не ждешь никаких сюрпризов. Однако даже горшок с цветами может неприятно удивить. Теперь непонятно, то ли к лотку его приучать, то ли на прогулку дважды в день выводить. Ну а что, железная логика. Я тут был, а потом ушел. Исчерпывающая информация о событиях. Но если уж оставляете послание на стенах, то хотя бы позаботьтесь о грамотности. Это фото нам прислали с комментарием, когда купил собаку, но не знал, что она охотничья. Ну что ж, спешу успокоить. Подобные отметины оставляют не только охотничьи собаки, но также охотничьи кошки, охотничьи хомячки и даже охотничьи попугаи. Вот мы тут сидим, фотографии рассматриваем, а в это время Надя рисует собственный тоннель у себя в ноутбуке. Интересно, а куда он ведет? У Миланы кот объявил, что отныне он тапочек и будет жить вместе с другой обувью. Когда у банки сгущенки двойная крышка, как на фото от Алины, это считается не везением или наоборот удачей? Вот не заботятся производители о перфекционистах. Расстроили Ивана на пустом месте. Но неужели было жалко добавить еще одну до ровного счета? У Алишера отлично работает фантазия, раз он сумел в обычном стеклоотмывателе увидеть милого совенка. Похоже, это самый ленивый кот на нашей планете. Кот Артем настолько ленив, что отказывается вылизываться сам и предпочитает мыться в посудомоечной машине. Только, пожалуйста, не повторяйте ничего подобного со своими питомцами. Ой, как это мило! Собираешься что-нибудь съесть, а тебе на упаковке сердечко показывают. И вроде есть как-то сразу расхотелось. Как обычно, два вопроса. Как и зачем? Как могла пара обуви повиснуть на проводах между домами? Хотя нужно отметить, на фоне заката выглядит довольно красиво. Как же это обидно, когда тебе дарят коробку конфет и ты уже ожидаешь то, что сейчас ты ими наешься, но оказывается, что упаковка была очень обманчивой. Заглядывайте иногда в свою чашку, как это делает Наталья. Весьма вероятно, что вы сможете увидеть там нечто интересное, например, цветущее дерево. Это просто вершина фантастического везения. Петр, надеюсь, после того, как ты поставил эту чашку на ровную поверхность, ты успел сбегать за лотерейным билетом? Минуточку, этот кот стоит или лежит? Сама Анна, приславшая нам это фото, уверяет, что кот так просто потягивается. Несмотря на то, что в доме Марины есть балкон, кошка предпочитает смотреть на улицу в самый неудобный из всех возможных поз. Хотя больше пугает не положение кошки, а кактус, стоящий снизу. Любава знает толк в правильном подборе цветов. Если хочешь замаскироваться под осенние листья, начинай с правильного маникюра. Ой, это какое-то пограничное состояние между раем и адом перфекциониста. С одной стороны, так ровно лежащие конфетки, это прекрасно. Но с другой стороны, единственная криво лежащая конфета портит всю картину. У Тимура в городе тайно правит шаур-мафия. Причем она находится в преступном сговоре с корами гриль. В доме у Дмитрия живут очень странные кошки. Одной из них все равно, что на ней сидит другая. А та, в свою очередь, не смущается тем, что приходится на ком-то сидеть, пока обедаешь. Что? Сыр свежий яд? Нет, спасибо. Пожалуй, я воздержусь от такой покупки. Ивану встретилась копилка, на которой даже пожелания удачи не смогли написать правильно. Вряд ли такой аксессуар принесет удачу в дом. Но как можно есть печеньку, если на ней вареньем нарисовано сердечко? Святослава, признавайся, в этот день ты осталась без печенья. Максим прислал нам пример того, как можно превратить картинку в ад перфекциониста, нарисовав всего один кружочек. Мебель в доме у перфекциониста должна быть расставлена так же, как и у Марата. Ну, в смысле, чтобы в любой угол без проблем пролизала щетка пылесоса. Да уж, если вам довелось увидеть такую красоту на небе, то знайте, в вашей жизни началась светлая полоса. Ну и у всех, увидевших эту фотографию, она тоже, разумеется, началась, не сомневайтесь. При приготовлении торта под тестом образовался пузырь воздуха. Из-за чего порезанный торт стал похож на гигантские ломтики пончика. Всех бесит, когда веревочка у чайного пакетика отрывается. Даже нашего подписчика Юру это бесит. Хотя, конечно, стоило полностью открыть упаковку, чтобы решить эту проблему. Николаю встретился суровый набор игрушек для суровых детей. Им не требуются колесики на машинках, хотя, возможно, это будет летающий автомобиль. Наш подписчик Матвей хотел полакомиться бананом в шоколаде. Ну, не знаю, может, это, конечно, и банан, но какой-то он маленький и странный. Больной, наверное. Как же это прекрасно, что среди наших подписчиков есть настоящие перфекционисты. Например, Илья, который потратил целый час своей жизни на сортировку. Смысла в этом, конечно, никакого, но получилось красиво. Вот стоишь утром, чистишь зубы, как Владислав, и наблюдаешь такую прекрасную картину. Это в продолжении темы перфекционизма. Ну, красота же! Ну что, шах и мат, все не верившие в существование трансформеров. Теперь у нас есть фотодоказательства, что они скрываются среди наших машин. А Марине повстречался настоящий штрих-код. Это же прекрасно, когда производители подходят к делу с фантазией и радуют нас такими мелочами на упаковке. У подписчика Айка дома творятся какие-то странные дела. На всякий случай не стоит оставлять собачку рядом с этими обогревателями. Что-то они смотрят на нее с каким-то нездоровым интересом. Поедать печенье в виде коров само по себе странное занятие. Но Евгении досталось печенье вообще похоже на какого-то мутанта. По крайней мере, корову опознать в этой печенюшке не получается. Анастасия опасается, что она не сможет спать после встречи с такой игрушкой в магазине. Ну что тут скажешь, не зря опасается. Теперь вот мы все спать не будем. Фотография, присланная Линой, в очередной раз напоминает, что нужно смотреть под ноги. Потому что прямо на тротуаре можно встретиться с торчащим из асфальта штырем. Артем, ты спрашивал, как это называется? Так вот, записывай, невезение. Но честное слово, это не та неудача, из-за которой стоит расстраиваться. Ничего себе! Видали, что у нас подписчики делать умеют? У Тимофея вон лестница в столе. Если хотите, чтобы ваши интересные фото тоже оказались в нашей подборке, присылайте их по ссылкам в описании. Казалось бы, ну какой обман может быть при покупке свечи? Но не теряйте бдительность, обман кругом. Лизе вместо свечи досталось какое-то недоразумение. Хм, подозрительно. Подписчик купил две коробки с соком, одна с яблочным, другая с апельсиновым. Но выяснилось, что рисунки на них совпадают. Теперь мучает вопрос, а насколько сильно отличается их содержимое? А еще говорят, что кошки с собаками не уживаются. Вот, Денис прислал нам фото, подтверждающее, что в этой поговорке нет ни капли смысла. Все прекрасно могут жить вместе. Александру повстречались невидимые качели. Может и хорошо, что они невидимые, а то сколько бы людей ушиблось об столб, стоящий позади. Видимо, те, кто вешал здесь знак, предлагают инвалидам научиться летать. По крайней мере, других вариантов подняться по лестнице не наблюдается. Тимуру удалось выяснить, чем занимается Капитан Америка в свободное от спасения мира время. Шаурмой, оказывается, торгует. Непонятно, Доминику повезло или нет. С одной стороны, три этикетки, это, конечно, хорошо, но лучше бы было три йогурта. Именно так выглядит пол в аду перфекционистов. Видимо, Данил решил отправить их туда досрочно, прислав нам это фото. Денису достался необычный маркер, он никак не может определиться со стороной происхождения. То ли переводчики Китая от Кореи не отличают, то ли реально неизвестно, где же его сделали. С одной стороны, таблетки лучше бы не пить, но с другой стороны, Олегу вот обидно, что купил целую упаковку, а обнаружил всего одну таблетку внутри. Тут такое дело, похоже, у нас среди подписчиц завелась Мальвина, хотя зовут ее Ольга. Не состыковочка. Юрий решил скачать игру. Ну что ж, дел хорошее. Желаем удачи в тренировке терпения и прочих навыков. Как раз за ближайший год можно многому научиться. Так удобно в армию уходить. Вернулся, а тут как раз игра скачалась. Вот и Олеся убедилась, что наш мир жестоко несправедлив. Даже при покупке шоколадки может не повезти. Например, в шоколадку забудут положить начинку. Человек-паук с пропеллером? Саша, да тебе очень повезло. Больше никому не доводилось видеть гибрид Человека-паука с Карлсоном. Да, это деньги. И они находятся в комнате Святослава под самым потолком. Как они туда попали, загадка, над которой теперь будут ломать голову все увидевшие это фото. Ох, 2020 год, что ж ты делаешь с людьми? Народ уже отчаялся найти себе маски и поэтому вешает на лицо, что попало. Даже если это просто подвернувшаяся под руку тряпочка. У вас когда-нибудь тонули цифры в креме на торте? Вот, Сергей прислал нам очень практичное решение этой проблемы. Под цифры нужно положить пару ломтиков колбаски. Проблема будет полностью решена, а главное, выглядит необычно. Алисе повстречалась картошка, которая явно не хотела быть такой же, как все. Ну что ж, ей это точно удалось. Среди остальных в этом ящике она сразу выделяется. Да чего же это обидно во время самоизоляции смотреть в окно и... И видеть, как всякие несознательные граждане гуляют на детской площадке. Илья, полностью разделяем твое возмущение. Печеньем, состоящим из двух половинок, уже давно никого не удивишь. Но Кириллу действительно повезло, ему попалась печенька из трех слоев. Завидуем молча. Искренне желаем, чтобы у всех было такое же хорошее настроение, как у этого огурца, который встретился Илье. Смотришь на упаковку мороженого, и кажется, что там как минимум полкило лакомства. Но когда Роман взял его в руки, стало понятно, что больше половины упаковки составляет воздух. Увы. Сергей, расскажи подробнее, что там у вас происходит на огороде, что морковки узлом завязываются? У остальных таких аномалий не наблюдается. Аделине встретилась очень странная лягушка. Ей бы к окулисту без очереди. Обидно, когда собираешься просто поесть мармеладо, а находишь в упаковке вот, вот это. Кстати, кто-нибудь знает, что это? Мария получает звание самого внимательного перфекциониста. Открыв упаковку, она обнаружила, что одна из зубочисток перевернута. Ну действительно, настоящий беспредел. Это самый грустный дозатор для мыла из всех, что доводилось встречать. Мало того, что одноглазый, так еще и слюнки текут. Ну не знают создатели книги, чем отличается горошек от винограда. Ну не учили они в школе и не видят разницы. А вот Дарья училась, а потому ошибку быстро заметила и прислала нам фото. Вот у Камилы самый нормальный и типичный кот. Приносишь ему игрушки в пакете, а ему эти игрушки вообще не интересны. Но зато пакет! Вот это лучшая игрушка всех времен и народов! Илья прислал нам еще один пример безграничной силы времени. Люди постоянно становятся на одно и то же место перед терминалом банкомата, отчего напольное покрытие не выдерживает. Прежде чем добавить майонез в свое блюдо, хорошенько посмотрите на упаковку. Может оказаться, что это и не майонез вовсе, а жидкое мыло, как это случилось у Тимура. У Екатерины появились новые соседи, и они слегка подозрительные. Но согласитесь, это довольно странно, когда на машине развивается пиратский флаг. Настя, приславшая эту фотографию, удивляется, что у нее крем так быстро заканчивается. Признаться, мы тоже удивились. Это потому, что он с молоком и медом. Его кто-то ест? Милана точно знает, что такое настоящее везение. Потому что дополнительный ломтик колбасы в упаковке – это совершенно точно можно назвать везением. У Руслана живет кот, который отлично умеет прикидываться спящим. Но пока думает, что на него никто не смотрит, выясняется, что он подглядывает за происходящим вокруг. Дистанционное обучение так или иначе затронуло всех. Неудивительно, что народ начал делиться лайфхаками. Вот Арман подсказывает, как можно отвечать на уроки, не слишком утруждаясь изучением материала. Можно ли сказать, что Диме повезло, при условии, что нашел только кейс от наушников, а самих наушников у него нет? Думаю, стоит найти и второго человека, у которого есть наушники, но нет кейса. Отличный повод подружиться. Ну подумаешь, слегка не повезло собаке. Всего лишь легкое косоглазие. Но наш внимательный подписчик Илья не мог пройти мимо такого безобразия. Андрей решил похвастаться тем, что у него пальцы гнутся в обратную сторону. Действительно, неплохой повод рассказать о своем таланте всему миру. И вот как после этого доверять линейкам? Полине досталась линейка, где вместо семерки цифра три. Это вообще нормально? Да уж, обидно, когда покупаешь здоровенную коробку с моделью танка, а по факту оказывается, что она размером чуть больше спичечного коробка. Да что вы знаете о кривизне стен? Вот в аду перфекциониста стены такие, полукругом. Анне досталась татуировка от самой природы. Родимое пятно в виде сердечка. Мило то какое. Лилиана задается интересным вопросом, а что появилось раньше, курица или яйцо? Ой, то есть тропинка или забор, которым эту тропинку перегородили? Ваня прислал нам фотографию очень необычно покрашенного дома. Судя по всему, у строителей в процессе закончилась бежевая краска, но они сумели выкрутиться из положения. Ничего себе! Вот это у Софии продвинутая школа. У них в классах даже мусорки от Эппл установлены. Евгении достался очень печальный кролик-мутант с одним единственным ухом. Видимо, на фабрике, где его сшили, иссяк запас кроличьих ушей. А как вам такое чудо природы? Лев, но с пятнами, как у леопарда. Биологи уже кинулись изучать новый вид. Семья Жени всей толпой искала кошку, но кошка не обращала внимания на суету каких-то людишек и продолжала сладко спать под диваном. Молодец, кошка! Я б тоже так поступил. Наши подписчики – настоящие кулинарные эксперты. Этот торт на 30 годиков Анастасия сделала собственными руками со своими близкими. Чего только не найдешь в магазинах с игрушками. Для того, чтобы бороться со злом, Халку теперь нужно иметь целых две челюсти. Так он выглядит еще более устрашающе. Пример того, до чего может довести любопытство кошек. После увиденного так и хочется сказать «Привет, ночные мучения от комаров!». Еще один удивительный товар, который был найден на просторах детского магазина. Мальчик по имени Таня. На такую необычную куклу наткнулся Дмитрий. Вышел из такси, поворачиваю голову и вижу это! Электро-ад! Определенно, это именно то, что хочется встретить на улице поздней ночью. Дарья прислала фотографию с лестницей, которая больше похожа на какое-то испытание. Ведь ступеньки абсолютно сливаются друг с другом. Даже не представляю, как часто невнимательные люди летят с нее вниз. Не все способны увидеть в обычной улице живописную картину. Но подписчики канала Фактория очень творческие люди и для них это обыденное дело. Юлия прислала фотографию необычного автобуса. Похоже, в доме водителя решили избавиться от ненужных детских игрушек. И он нашел им отличное применение на своей работе. Тест на перфекциониста. Внимательно посмотрите на эту пачку чипсов и скажите, ничего вас в ней не смущает? Отверстие сверху находится совсем не посередине, как это должно быть. Вход с собаками, собачечками и собачулечками запрещен. Когда надоели посетители, которые считают, что их той-терьер вовсе не пес и с ним можно ходить везде. Александр заметил эти игрушечные луки в магазине после просмотра нашего выпуска про товары, бессмысленно разделенные на мужские и женские. Не только люди любят спать в обнимку с мягкими игрушками, но и наши питомцы тоже. Это нам и хотел продемонстрировать Сережа своей фотографией. Саша купил мороженое и судьба решила наградить его небольшим бонусом в виде половинки дополнительного стаканчика. Для того, чтобы попасть в один из следующих выпусков, присылайте свои фото по ссылкам в описании. Арби решил показать нам, как выглядит яблоко, если его сфотографировать в макросъемке. На этом кадре можно разглядеть пузырьки с соком, за счет которых плод такой сочный. Этот кот смотрит в камеру, а по его глазам отчетливо читается фраза. Хозяин, ну скажи ведь, что я у тебя такой милый. Виктор произвел вскрытие болгарского перца и нашел внутри сразу несколько органов. Все почти как у людей. Зайцев не возим, дед Маза едет сзади. Эту фотографию Дима прислал из Архангельска. Думаю, многие из нас встречали похожие объявления в общественном транспорте. Милана решила поделиться своей покупкой необычного печенья, на котором изображена таблица умножения. Такие печеньки определенно нужно брать с собой на занятия. Даня прислал снимок своей кошке-моднице с накрашенными когтями. Похоже, что хозяевам совсем нечем было заняться. Маша была недовольна тем, что чайные пакетики на коробке выглядят совсем иначе, нежели в реальности. Но ведь главное, чтобы на вкус напиток нравился. Разве не так? Когда надоедает просто играть с конструктором Лего, хочется найти ему какое-нибудь полезное применение в доме. Именно этим и занялась Надежда. Эмиль подписал эту фотографию, коротко о моей удаче. Я так понимаю, он хотел выбить застрявший баскетбольный мяч, но после этого в кольце застряла уже и бутылка. Иногда во время ремонта не хочется сильно заморачиваться. Именно в такой момент медведю решили отрубить половину головы, чтобы она не мешала новому подоконнику. Подписчикам нашей группы во Вконтакте предложили угадать, сколько лет стоит здесь эта машина. Попробуйте и вы дать ответ. Позже в комментариях сказали, что как минимум 8 лет она является неотъемлемой частью двора. Я знаю, от чего точно бы не отказался настоящий фанат Майнкрафта. От такой алмазной кирки из шоколада. Вот только ее даже съедать жалко будет. Китайский аналог компании Лего немного промахнулся с цветом волос принца Ханса из мультфильма «Холодное сердце». Вам так не кажется? Дмитрий прислал фотографию места, в котором стоит побывать каждому жителю Твери. Музей ужасов также рекомендуется и для смелых туристов. Кирилл заметил это объявление на одном из ларьков белорусского города Гомель. Когда обед заканчивается, понятно, но вот когда он начинается? Похоже, что в любой момент, когда захочет продавец. Настя была крайне рада тому факту, что ей удалось заснять такое милое небесное явление. Гигантское сердечко над крышами жилых домов. Гуляя по картам Google, одна наша подписчица наткнулась на весьма забавную инсталляцию с машиной, прикрепленной к фасаду здания. «Я просто хотел взять молоко и кружку одновременно». И тут заметил, насколько идеально шкафчик открывается с холодильником, не мешая друг другу, рассказал Мирон. Наталья в очередной раз убедилась, что кошки способны поместиться буквально везде. Особенно, если речь идет об их излюбленных картонных коробках. Еще одна кошка, которая обожает мягкие игрушки. Артем рассказал, что это ее любимая. Ну что может быть милее такой картины? Вот такая обувная снежинка осталась от чьей-то подошвы после прогулки по снегу. Фотография была прислана Дмитрием. Есть вещи, которые бесят абсолютно каждого. У нас даже посвящено этому несколько выпусков. И Тимофей нашел еще одну ситуацию, от которой нервы просто на пределе. Вам когда-нибудь попадались на глаза необычные объявления на улице? Дима вот заметил, что в его городе кто-то пытается продать слона. Производители некоторых товаров слегка перебарщивают с количеством используемой упаковки. Неужели колбасе не хватило одной обертки? Это табличка садового участка, которая принадлежит военному. В советское время рядом с его участком было стрельбище, на котором осталось полно гильз. И он нашел для них применение. Антон рассказал, что эта кошка пробралась к ним на завод и очень просила покормить ее. Мне сразу вспоминается та самая сцена с котом в сапогах из Шрека. Похоже, что на фабрике по производству сосисок что-то пошло не по плану. Поэтому все образцы получились совершенно разных размеров. Напротив гаража не парковаться. Штраф удар лопатой по стеклу. После такого объявления желание оставить здесь свое авто сразу же пропадает. Очень эффективно. Уважаемый мужчина, мужской туалет находится на первом и третьем этажах. Перестаньте смущать женщин. Кажется, у кого-то накипело. Вы когда-нибудь видели, как раньше выглядели рулетки? Они очень похожи на нож-бабочку. Метр старого образца нашел Артем. Маша захотела выпить чаю, а на поверхности образовалось небольшое сердечко. Она сказала, что после этого ей даже стало жалко его пить. Сломала куклу сестры. Буквально 10 минут назад попросила ее принести мне попить. Она принесла стакан изо льда. Надо признать, ее месть была красивой. Максим просто хотел поделиться с нами фотографией ящерицы. И она так понравилась подписчикам группы во Вконтакте, что я не мог не включить ее в этот выпуск. Виктории было безумно скучно сидеть на самоизоляции во время Пасхи. И она решила отсортировать посыпку для кондитерских изделий по цветам. Запоминаем эти конфеты. Они объявляются нашим врагом. Максим купил их себе домой, а три штуки оказались наполнены одним лишь воздухом. Когда решил провести ассоциацию с животными, чтобы людям было стыдно здесь ставить свои автомобили. Хорошая попытка. Будем надеяться, это сработало. Дмитрий показал, что в Ярославле есть такой вот переход к пиву. Интересное место. Возможно, там был потерян на весь вечер не один муж со своими друзьями. У Вики назрел вопрос, когда ей попалась такая игрушка. Производители знают про существование туловища. Почему здесь только голова с аксессуарами? Ну вот мы и дожили до такого времени, когда люди считают необходимым заворачивать в отдельную упаковку обыкновенную ручку. Коты никогда не ищут легких путей. К этой миске с молоком можно было спокойно подойти с другой стороны, но питомец посчитал, что так будет пить гораздо удобнее. Кирилл поделился тем, как он одним ударом с размаху метко разрезал яблоко точно посередине, располовинив при этом еще и веточку. Рамазан продемонстрировал, насколько идеально удалось установить крепление для желоба на крыше. Когда у человека, выполнившего эту работу, действительно глаз алмаз. Холодная водка находится в холодильнике в молочном отделе. Когда решили сэкономить на холодильниках. Ничего, молоко подвинется, алкоголь в этом магазине в приоритете. Во время чистки картошки перед готовкой один из наших подписчиков встретился лицом к лицу с картофельным монстром. Чайная фактория. Та продукция, которая рано или поздно должна была появиться на нашем канале. Еще стоит обратить внимание на название – Улун-Улунский. Ну, прям масло масляное. Думаю, абсолютно каждый из нас хоть раз пользовался шпаргалками на учебе. Марине пришло в голову сделать перед контрольной такую шпору. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...